Бабушка с Украины, она верующая у вас? Да. Понятно. А вы сами верите, что Христос умер за наши грехи? Это я знаю. Это как бы он умер не за наши грехи. Есть такое, как бы сказать вам, сейчас менее современное рассказ, то, что не за наши грехи он был? Нет, это написано уже. Придется соглашаться с тем, как верят. Он называется Спаситель. Он умер за грехи наши. Новое поколение пошло, они уже опровергивают это. А если он не умер за наши грехи, тогда он нам что может дать? Больше Наполеона. Больше Наполеона. Он умер за наши грехи, взял грех мира на себя. Говорит, агнец Божий, который берет на себя грех мира. И воскрес, как невинный для нашего оправдания. Раз на тот общение пошло, может быть, даже каждый человек может умереть за наш всемирский грех. Библия об этом говорит. Говорит, кто может умереть, когда сам грешный-то? Вы прямо по Писанию говорите. Он умер, как безгрешный Сын Божий за наши грехи. Он Сын Божий, да, это было, как говорится. Да, и он может прощать, потому что он умер, и мы просим у него прощения. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это нормально. В принципе, в данном современном мире Бог даже понимает, что сейчас люди современные пришли. Это нормальное оттверждение. Вот интересно, в рулетке все время пьют и едят, и курят. Нет, тут чай конкретно. Это чай. Это не важно, что чай там или что-то, но все время пьют. Вот начнешь говорить, пять минут не пройдет пить. Я говорю, почему вы пьете? Ну что, я говорю, не в рулетке, в рулетке есть, а вот у меня есть в Ютубе канал. Там еще где... Вы можете зайти на наш канал, называется «Во свете Библии». Очень большой канал. У нас... Во свете Библии. Игнатий Лапкин рядом поставить надо. Это моя фамилия. По-английски или по-русски? Во свете Библии. Библии Игнатий Лапкин. Я телефон немножко разбитый, тупит. Ну ничего. У нас там 15 тысяч 150 роликов. Подписчиков? Роликов, роликов. На Ютубе у нас. Сколько подписчиков у вас? 36 тысяч. Более-менее нормально. А просмотров 35 миллионов. А, подожди. Если у тебя 100 тысяч просмотров... Во свете Библии... Я нашел вас. Вот. Кнопку, да? Ну, какое оно там? Я подписался. За 100 подписчиков. Кнопка Ютуба. А вот смотрите. Если вы зарядите через Гугл, эти же слова во свете Библии, то найдете и поставьте сайт. На наш сайт выйдете. Вот там богатство несметное. Сайт. Так, минутку. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Да-да-да. Ну, вы на первую страницу выходите сразу. Последние ролики какие там? 03-05-2019. Да. Там второй, кажется, или третий ролик стоит. Подарки. Подарки. Слово подарки. Это одному парню я подарил. Он близкий такой. Свои 38 томов книг, которые у меня вышли. Понял. Нормально. А это вы где находитесь вообще? На. Видно трехъярусные кровати там. Звук удрета. Там по плейлистам много показано. Если вы думали, мы строим православную деревню. Там много об этом. Про вас. А вот я, ну... Мой брат спрашивал. А вот у вас это трехъярусная кровать или как? Нет. Я не так вопрос задавал. Да. Да, три кровати. Три кровати. Это три кровати. Да. У меня мало пространства, и поэтому мы делаем так. Все везде затарено. И вот на 12 квадратах могут ночевать 11 человек и никого на полу. Вы с компьютера сидите? Я с компьютером сижу. Компьютер, стационар. У меня монитор хороший. Но я-то не покупал ничего. Это мне купили. У меня ничего нет. А когда стрим запускать будете? Как? Стрим, чтобы донаты летели деньги на всякие... Вы стрим запускаете? Ну, там что-то делают эти программисты, администраторы. Это очень... Потому что когда выкладываете свою карту, ну, карту, и куда деньги скидывают? Я не знаю это. Я ставлю только ролики, беседы по скайпу, где-то выступления. Скайпу, все такое. А может, когда вы стрим запускаете, ваши подписчики заходят, у вас, ну, именно данный банковский счет, который у вас есть, и вам могут донатить. За вас расскажут, все такое. Потому что вам, ну, посоветуются у вас, вы там деньги вам скидываете. Никогда. Я преподавал в пяти университетах, одновременно вел занятия. В одном только 18 лет. И ни копейки не получал. Я ничего нету. 18 лет сотрудничал с тюрьмою. Туда счет только мы не наносили. Ну, это просто моя жизнь. 45 лет начальник детского лагеря, 45. Тысячи детей подняли. И ни рубля от государства нету. Мы для Бога работаем. А как тогда себя жить, зарабатывать? А Господь дает. У меня пенсия сейчас 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Во всем виноват Путин. Да чего его Путином? Путин пришел на готовое, уже все разоренное было. Ну, а кто эта власть сделал? Ну, кто сделал это, знаем по именам. Главное, что Господь допустил за такую жизнь, за богоотступничество. Самая богатая страна сделала самой бедной. Ну, это да. Но вообще-то в Советском Союзе было более-менее хорошо жить. Так же? Ну, понимаете, вот вы разговариваете с верующим человеком, мы идем другим путем. Мы молимся за царя, за начальствующих, за Путина, за Дональда, за Ардогена, этого турецкого. Чтобы был мир. Это нам повеление от Бога. Ко мне вот недавно приходила бабушка. Она мне говорит, что скоро Путина свергнут, будет на Всевыщий выйдет один человек со всем миром. Правильно говорит бабушка, так и написано в Библии. Один еврей со столицей мира в Иерусалиме. Когда я подошла, начала мне вот это все объяснять, типа один человек выйдет на весь мир, короче, главный. Этот еврей будет из колена Данова, столицы Иерусалима. И не продать, не купить. Каждому будет на чело, на лоб чело или на руку, на правую. Поставлен знак 666. А? Значит, она правильно говорила? Правильно, в данном вопросе. Ну, поверивши теме, да? Ну, это написано, Москва будет сожженная. Понял. У вас бабушка, смотри, какая разумная-то. А что же внук-то остался? Бабушка из старых веков, потому что. А бабушке сколько лет? Уже почти 90. По 90? О-о-о. Это уже глубокая старость. Ну, я же вам говорю, блядь, Девана, бабушка моя уже даже старше вас. Да, старше. Ну, вот и о чем я и говорю. Да. Намного старше. Да. Мне вот только 10 июня будет 80. Ну, молодой еще. Ну, да. У меня три голубятни, я туда-сюда лажу все время. Ну, это хорошо, нормально. Если люди верят в Бога, у них определенная цель. И старость их не касается. У них оружие есть. Щетки. Щетки, сотни. Семь раз в день на молитву. Я знаю, да. Вот если бы вы зашли в скайп, здесь, в скайп, я бы вам скинул наши ресурсы, материалы где. Где у нас идет занятие. Да мне, в принципе, этого не надо, я просто к своей бабушке схожу. И все. Бабушке скажите, можете по скайпу выйти, Игнатий Лапкин. Я один в интернете с этой фамилией. У бабушки, кстати, ноутбук есть. Вот. Она там общается, бывает всегда. Бывают у человека какие-то вопросы. Я 56 лет занимаюсь этим проповедничеством. В школах, в милиции, в воинских частях, в университетах. Три радиопрограммы регулярно вел. Молодые пошли. Они какие-то вообще просто, ну не такие, как раньше были. Они просто как-то по-другому все это веро свое идет. По-другому новшество какое-то вводят. А как по-другому? Я сколько раз смотрел. Вот освещать, например, детей. Они вообще все по-другому делают, не как раньше. Ну конкретно, в чем раньше? Вот у нас, допустим, в общине все одеты по старинному, благочестивому. Вот один, знаешь, как он бегал по кругу. Есть такое? Что по кругу? По кругу вот, когда ребенка освещать, он его, ну берет его там матушкой, и он по кругу бегает, мотает этой херней, потом его в воду конкретно хрустает. Ну такого нету, чтобы бегать. Бегать нету. Но специально, когда стоит крестилка, тот священник, ну сосуд с водой, он проходит с каждого угла, когда-то с середины к кадилам. Он бегал. Он бегал. Вы только не ругайте, чтобы ни одного слова плохого не было. Не, я-то не ругаюсь, я говорю бегал. Ну вот интересно. Как-то неправильно делал, вот и все. Я не знаю, надо увидеть. Вот вы ложитесь вечером спать, и у вас за день благодарности нет Богу, что он вас сохранил, что ты ложишься, можешь не проснуться. Молитву я как бы не читаю на каждый вечер. Я вообще работаю в ночную смену, я прихожу только под утро. Я ложусь только в 4 часа ночи, ну утро и все спать. Так какая мне молитва? Я только в ночь прихожу домой, я на сутки заступаю, и все. Только так. Ну а другие так не работают, как вы, и все равно я спрашиваю, говорят, нет, не молимся. Как так? Леха, и даже Богу не скажешь, благодарю тебя, Господи, два слова не можешь сказать-то. Да какой же это свиньей надо быть? Все Божье. Когда у бабушки ночевала, она каждый раз говорила, я вот ночью, ну, вожусь, я, блядь, она мне влаживает, все такое, и все. Потом в комнате слышу, она молитву прочитала, все-все, и сказала, все, спать. Ну да, молитву прочитал, поблагодарил Бога. А за стол садишься, отчина считаешь. И что, за стол взял кусок, как будто свой. Я помню, каждый раз, когда садился, то же самое, Гавриил, молитву читает, и все. Ну да как же, Бог дал землю, воздух, дал плоды, и мы едим, и как будто бы так и надо. Так какой же свиньей надо быть, чтобы Богу благодарность не воздать? И вода, которую пьете, и из чего сделана материя, все Божье-то, как же так? Ну это понятно, но есть, как бы, научное доказательство этому Богу? Научное доказательство. Научное доказательство того, что ничего вокруг нету. Когда все вокруг, звери, птицы, звезды, все кричит о славе Божьей, вещает. Научное доказательство. Доказывали научный коммунизм, все лопнуло, ничего нигде нету. А получали деньги. Ну это понятное дело. Раньше, когда в тех годах, когда войны шли, на Бога особо уже не верили. Ну и что из этого получилось? Какая была держава? Все понимают, не было бы революции, сейчас комсомольская правда на развороте сделала. Нас бы было сейчас 650 миллионов, а у нас 150 не набирается. Полмиллиарда какой змей сожрал? И думаете, это все то, что не верили? Ленин, Сталин, друг за другом шли. Это из-за них. Репрессии. Царь этого разве делал, чтобы свой народ уничтожил? Это Гитлер не делал никогда. Гитлер из разрухи поднял страну, а тот и страну превратил в разруху. Я могу заспорить это, потому что Сталин и Ленин, они, кажется, даже были хуже, чем Гитлер. Да, хуже. Мы только делали плохо. Когда человек, как-то убегали люди, их расстреливали постоянно. Все такое жестко было. Все постоянно. Пограмма, чтобы победа была для ихней стороны. Я не знаю, как это объяснить, если честно. Вы правильно рассуждаете. Совершенно правильно. Победа. Но на этой победе столько крови пролито, блин, из-за кого? Из-за одного лидера. А можно было бы обойтись как-нибудь меньшим кровопролитым. Так же? Да. Все возможно. Гитлер такой не был. Гитлер делал правильно все при условии, что Бога нет. А если Бог был, а он всегда был, то это был просто сатана в образе человека. Сколько он погубил людей. А вот в начале, когда еще войны не было, это был самый лучший правитель за тысячу лет. Ну да. Так что вот скоро 9 мая будем праздновать День Победы. День Победы. А вы, если в интернете зарядите, у меня песня написана День Победы на слова, которые, на мои стихотворения. И как поется? Я увижу. Видели? День Победы. Я увижу. Так. Если у вас вопросов нет, будем расставаться. Ну давайте. Вы на наш YouTube заходите, вы увидите нашу беседу. На наш YouTube. Канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Хорошо, хорошо, нормально? Нормально, абсолютно. Хороший разговор был. Вы не матерились. Хорошая бабушка у вас узнали. Рассуждение здравое. Верь в Бога. Ходи в храм. Исповедуйся. К священнику сходи. Она цельная жизнь такая будет. С Богом. С Богом. С Богом. Храни вас Господь. С Богом.